Казарьки 3 проехали просто. Надо, наверное, руки поднять. Если их вот не остановить, они не останавливаются. Он мне не поверил. Эксперимент начался. Как часто бывает, что вы стоите на остановке, а мимо вас проезжает и проезжает общественный транспорт, и никто около вас не останавливается? На самом деле, эту тему нам подсказали сами жители. Для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, эта проблема насущная. Мы решили разобраться, на каких остановках чаще всего не останавливаются маршрутки, и что делать в таких ситуациях. Бывает такое, что стоите, а мимо вас маршрутка проезжает? Бывает, бывает. С каких остановок? Ну и там на Замелекисе бывают уже. Надо, наверное, руки поднять. Да, бывает такое. Последний раз я была, такое было. Казарьки 3 проехали просто. Это на какой остановке? Здесь. На остановке Цирк. Получается, это поселка 35 маршрутка. Я уже не помню, как водителя звали. Там же пишется табличка передела. Но бывали такие случаи, в сентябре было, ну или зимой встречается такое. Которые вот на Орловке, там, вот где еще там. Все время в девятке я в баню хожу и восстанавливаюсь. Вам везет. И я врату тоже на девятке. Да, часто бывает. Где именно? Обычно в пеннистюте проезжать. Да? Да. Ну типа даже с родительской шейнер-бат проезжает. Ну, мимо, знаете, где вот он проезжает? Вот за Меликесе, перед поворотом вот на 19-й сюда, а 12-й вот сюда, чтобы нам доехать, они, да, они могут проехать. Если их вот не остановить, они не останавливаются. На каких остановках такое бывает? На восьмой школе пару раз было? Нет. Там вот есть остановка за мостом, он там вот не останавливается. Так, для чистоты эксперимента нужно самой поставить на остановках, посмотреть, будут ли останавливаться водители или подъезжать ко мне, ну, хотя бы по минут 20-30 на каждой остановке. Вот! Вот я не знаю, Чулман проехал мимо меня, потому что оператом рядом стоял или просто проехал, но он проехал и даже не посмотрел. Эксперимент начался! Итак, продолжить решили на Московском проспекте, на остановке Гренада. В этот день на улице было почти минус 20. К счастью, мое небольшое дежурство сменяли добрые чулнинцы. Только мы хотели завершать съемку, как хоп, и мимо остановки пролетела полупустая маршрутка. И даже номера не увидела. Проехали чуть дальше. Остановка Хасана Туфана. И так вышло, что за 20 минут нашего дежурства и вовсе никто не приехал. Даже женщине на остановке пришлось уйти. Кстати, я решила помониторить эту остановку вечером. Маршрутки были, но одна из них все-таки проехала мимо. Остановка Шишкинский проезд около Парка Победы. И вот тоже за 20 минут один водитель допроехал. Аж парень психанул, ушел с остановки. Видимо, это был его маршрут. А вот, кстати, за Меликесье не подвело. Останавливались абсолютно все. Видимо, в этом деле как повезет. Ну, бывает проезжают. Ну, мы думаем, что на ремонт. А не останавливаются? В Сидоровке даже сконечно проезжают. Бывает, не останавливаются. Пока вот не выйдешь, не увидишь, что с тобой маршрут и не помашешь. В основном это на военкомате происходит, на части, где я сам. И, ну, еще бывает вот тут вот, именно в восьмой школе. Но мы обычно идем на другой остановку. Здесь останавливаются, а вот где заводы, там, да, там очень часто. На каких это остановках? Первый космичный. С работы, когда едешь, они могут на станции. Не останавливаются полные, то есть заполненные? Зачем они там пустые, в основном идут, да? Знаете, что делать в таких ситуациях? Я знаю. Я даже звонила Титюшкину один год назад. Он? Он мне не поверил. Да? Да. То есть даже в грубой форме разговаривал. Итак, мы попробуем сейчас позвонить по номеру транспортной компании у пассажирской перевозки. Может быть, нам там дадут какой-то ответ. Кстати, по этому номеру призывают звонить всех, если нарушения довольно-таки частые, чтобы их зафиксировать, и больше они не происходили. Мне бы советовали к вам обратиться. Я в выходные хотела уехать по Мира с остановки в районе Орловки. Маршрут какой? Маршрут по Челману. По Челман? Какой номер ездит? Вот я честно... Ну там 42, 43. Вот какой-то из них просто не увидела, она пролетела, ни номера, ничего. Ну, я хотела... В какое время? В какое время? Это было в районе 2 в субботу. Как остановка? Понятно, бывает такое, бывает. Орловка, да? А что делать в таких ситуациях? Ждать следующего. Да? Ну... Что же идет в таких ситуациях? А мы проведем у нас на ташу. Да. Если разобраться, то остановки по требованию – это преимущество частных автобусов. Если бы они останавливались на каждой остановке, это увеличило бы время их движения. Понятно, что и для водителей, и для пассажиров важно доехать быстрее. С другой стороны, в законодательстве указана обязанность регулярных перевозчиков останавливаться на всех остановках. А так как Челны – это город маршруток, то неужели пассажиров почти на каждой остановке ждет русская рулетка? Уеду или не уеду? Вот в чем вопрос. А как вы думаете, почему некоторые водители проезжают мимо определенных остановок? Из каких остановок тяжелее всего уехать? Пишите об этом в комментариях. Продолжение следует...